Субтитры сделал DimaTorzok Я засыпал, я натурально засыпал где-то на сороковой минуте Реально, для меня это один из самых усыпляющих фильмов, которые я знаю Серьезно, я прям реально не понимаю восторга множества людей Опять же, если вам нравится, смотрите Но лично я не могу понять восторга по этому фильму Что типа, ох, невероятное зрелище Довольно извращенное, но прекрасная любовь Честная? Нет, просто нет Вообще нет, ладно, давайте уж заценим Что за режиссерская версия Потому что оригинал я вообще не видел от BadComedian Но, ух, давайте смотреть Что ж там BadComedian расскажет про эту специфическую хуету Доктор Розенблат, прелюдия в комнату номер 7 Доктор Розенблат Двадцать один год Ладно, окей Ааа, я младше, мне двадцать Длинно, двадцать с половиной тебе Да Чё, закрывай глаза Ха-ха-ха Как Баттер с той сцене, блин Ладно, давай Опустившись вниз, я заглатываю его глубже Ха, моя внутренняя богиня ликует Я это сделаю Я буду трахаться с ним ртом Это мой леденец Анастейша, я сейчас кончу тебе в рот Так вот кто писал текст К псковскому порно Яп Просунув руку, у меня между ног, он дёрг Да, ну та же псковская порнуха куда круче, чем этот фильм, блядь Глядь за синюю нитку О нет, Кристиан аккуратно извлекает тампон и швыряет его в унитаз Книга стала рекордсменом по скорости продаж Обойдя Гарри Поттера и Сумерки В июне 2012-го она поставила рекорд В миллион проданных копий Амазон Киндл В 2013-м году автор сие произведения Стала самым высокооплачиваемым писателем Джордж Планета в порядке Это людям пиздец Людям пиздец Йоп Сумерки Сумерки стали причиной многих проблем Например Надо будет потом посмотреть Я, к сожалению, не настолько, кажется, прошарен во всём роке в мире, чтобы каждую песню, говорится, на слух Напишите в комментариях реально, если знаете Буду благодарен Вало слабеньких сценариев, которые выезжают на симпотные мордашки того актерчика Делением сиквела на две части, дабы состричь больше бабла А также всеобщих периодических истерий Вало соплевидного кино Сифилиса Но, как оказалось, главная опасность ждала впереди Эл Джеймс написала фанфик по сумеркам Который перерос Деградировал В произведение Вокзальный ширпотреп Ну Произведение, конечно, это сильное Ну, в общем, в общем, вы поняли 50 оттенков серого Где под покрывалом душевных нет Я просто хочу почитать, честно Можно я тоже Блять, какая сопливая хуета Почему фанфики, которые я читаю на фейкбуке, выглядят лучше, чем будут Ну, потому что все выехало на Секси, похоть и прочем, блять, короче, хует нет До страданий кривых диалогов скрывается обычная порно Которая, вроде как, в виде порно нехорош Да реально написано сухо И как-то сопливо, серьезно Это Ах, господи, че за Я вирты лучше, блин, читал по абсолютно тупорывым фандумам И придумывал для меня Да я честно Да я натурально сейчас могу, блин, выдумать вирт куда лучше, чем вот это Че это за хрень? Хорошо, но вот если со страданиями, то можно Литературное искусство, как-никак И естественно, когда прозвучало слово бестселлер, экранизация стала вопросом времени А получилось ли экранизировать нудную недопорнушку? Сейчас узнаем Покусывающая губежку молодая и неопытная девушка по имени Анастейша Главная героиня И не важно, что она выглядит как сорокалетняя Она молода и неопытна Ее подруга заболела и просит об услуге Взять Деньги, древние деньги, позабыв Покойный день Делай деньги Делай деньги А остальное Тупое говно тупого говна От счастья Может быть Интервью устатного, богатого, молодого, одинокого мужчины Мечты всех девушек Диктофон не забыла? Эээ Да Список вопросов Да Поедешь в этом? Да Забывчивая, наивная, немодница Вы что, рассчитываете только на 250 миллионов сборов? Мистер Грей ждет вас Спасибо Но сборы были знатные, серьезно Конечно, в кинотеатры ламились только так Неловкая и неуклюжая Вот теперь вы соберете все 500 Был бы Грей вампиром, а в названии было бы слово сага Добрали бы еще 200 Я настояшистил Мисс Кавана заболела и попросила меня ее заменить Ведь любая 20-летняя студентка из-за слабой простуды откажется от встречи с каким-то там богатым, одиноким, молодым и красивым бизнесменом Причем так просто, какую-нибудь условную девушку пускает, типа Ну да-да-да-да, конечно Она заменяет эту заболевшую сотрудницу А никого не смущает, что к бизнесмену приходит левый человек Там как бы, может быть, была бы доверенность, договоренность А то вдруг придет какая-нибудь условная маньячка, которая просто зарежет его в кабинете Об этом не подумали? Охрана Сменом Реализм! Кристиан Грей Подождите, занятой, серьезный, статный мужчина по имени Грей С кем у главной героини перейдут отношения в раздел БДСМ То есть не я один смотрел фильм Секретарша Героиня теряет карандаш И несмотря на то, что интервью она записывает на диктофон Канцелярская принадлежность ей все равно нужна Благо бизнесмен, минута которого золото, специально раскладывает в ряд карандаши со своим именем Хотя на заднем плане видна подставка для карандашей Только его не покусывай, как свою губу, окей? Спасибо Это интервью для выпускного номера студенческой газеты Да, я произношу вступительную речь на вашей церемонии Правда? Извини, пожалуйста Ну, тихо Что? Извините, я всегда на тихо стала Он такой, правда? Кривно? Блять Вы инвестируете в сельскохозяйственные технологии Вы испытываете радость от того, что кормите голодающих Почему мне так голос дрожит? Напуганно А это выгодный бизнес Возможно Я ошибаюсь, но, по-моему, вы пытаетесь скрыть свое доброе сердце Ты минуту назад не знала, что он у вас в институте будет речь читать Как ты вдруг обнаружила его доброе сердце? Да так, буквально, не знаю, загрынул ума за рубашку Сердце Доброе Бьющееся У вас такая обставленная квартира Вы красивый, богатый, вы бизнесмен Ой, блять, вот сейчас пиздец будет Анастейша, что это ты зашла в такой красивый белый дом В котором все застелено газетами А на фоне играет Хьюи Льюис А, блять, бегите Бэл снова ебанулся Наверное, у вас доброе сердце Ой, а зачем у вас на полу эти газеты? Бэл выпускает пар после того, как играла в клоунаде под названием Тор, любовь и гром Естественно, появляются первые ростки влюбленности Все как в жизни Вы ведь тоже влюбляетесь в людей за нелепость, корявость, глупость и незнание Это ни для кого не секрет Ведь, например, все любят мистера Бина Как эталон Смотрите, какой эталонный мужчина Посмотрите на эти бровки, на эту родинку, на этот нос, на эту улыбку Я вспоминаю, блять Я вспоминаю эпизоды Чаки на новогодний голубой воде Да, да, да Вы гей? Блять, что за вопрос? Ну, нахера так спрашивать в лоб? Ну, вообще у вас в целом стоит-то Ну, так вот По чесноку шишкам дымит Вы просто посмотрите Она сама удивилась заданному вопросу То есть это насколько тупорылой надо быть Чтобы даже не заглянуть в список вопросов Когда едешь на интервью к высокопоставленному человеку с нехваткой времени Но, безусловно, героями фильма Тупость воспринимается как милота А сосание карандаша как хобби Также Одна из особенностей фильма Пауза Все для того, чтобы вы не пропустили ни слова Пока убегали в туалет на сеансе блевать от увиденного Может зададите вопросы, которые интересуют лично вас? Система поиска пидорасов активирована Режиссер додумал Блять, серьезно, дохера такие паузы Блять, люди, которые смотрят это Не аути Ладно, с этим я поспорю немножечко Чуть-чуть Поспорю Поспорю По одной простой причине Потому что я не понимаю, когда люди, блин, называют это шедевром Который Помню в свое время мне, блин, попадался комментарий Где чел на полном серьезе доказывал Что это лучше, чем список Шинтлера и Зеленая Миля Чем одни из самых лучших драматических фильмов, которые я видел в своей жизни И признанные шедевры Вот это, блять Сказали, есть люди, которые хорошо вас знают Мне кажется, что это не так Кажется, крестись Блять Мистер Грей, следующая встреча в конференции Отмените ее, мы еще не закончим Я хочу знать о вас больше Во мне нет ничего особенного И во мне тоже Ну где же, где же ты? Алло, богач? Надеюсь, вы узнали все, что хотели Ну, а вы ответили лишь на 4 вопроса А Настейша? Кристиан Мэк! Мэк! Пока Настейша ехала домой Кристиан уже ответил на все вопросы И прислал их подруженце Которая внезапно здорова Самый желанный холостяк, Миллер Отсучка, а? А че это ты такая встала, блин, без куриного супчика Все такая под... Нормально Че за хрень? Извините, ребят, что я сейчас это... Все переспрашиваю Потому что я реально смотрел этот фильм давно Чтоб понимали, вот этот мой легендарный сеанс Когда я уснул на нем Натурально за столом уснул Был, по-моему, года три назад Видишь же, я ни хера не помню Про такой вот прекрасный фильм Но признай, он невероятно сексуален Поэтому ты пропустила с ним встречу Яп Шурим, давай, блядь, закрути И че его... А, ну еще иглу прикусывает Понятно Я че снюс за щуку засунь, блядь А, ну у Бэда так мило это получилось Что у тебя с лицом? Пересмущался Без Грея жизнь Анны становится не мила Благо, они случайно встречаются в магазине Куда Грей заходит за веревками И, конечно же, диалоги ни разу не притянуты за уши Почему я думал, что тут как раз за веревками было? Ну, типа, ну, блядь Блядь Впечатляет Вы были скаутом Впечатляет Вы работали в Майкрософте О, впечатляет Вы были стилистом? Простите, но вы работали на гидроэлектростанции? Грей уходит, и она вновь возвращается в свои серые будни Количество собирательных проблем девочки-подростка не знает предела Конечно, у Анастейша плохая машина Плохое финансовое положение В нее влюблен парень, который останется во френд-зоне И, конечно же, у нее проблемы с родителями Мама не понимает дочку Мужики воскликнут Да это же плагиат на сумерки И знаете, мужики будут правы Вторичность от втор... А ведь реально во многих сценах есть какой-то вайб Как будто режиссер еще хотел это подчеркнуть Ричности, которая давит на те же самые точки Раскрывается еще больше На свидании Грей, несмотря на свою влюбленность Пытается оттолкнуть влюбленную уже в него Анастейшу Отношения не для меня Что это значит? Осторожно Я не тот, кто тебе нужен Держись от меня подальше Держись от меня подальше То есть вы понимаете весь ужас ситуации Плагиат на хорошее обычно как-то не особо А тут у нас плагиат на сумерки Получается Бет сделал это еще давным Вот именно вот Вылезку из этого плагиата еще давным-давно До своего легендарного Разбора этой индийской вариации Господи боже Вспоминайте индийские иронии судьбы, какой пипец Ну нахер Отец Ну ты видел? Видел? Тем временем Грей дарит Ане дорогущие подарки Но она вместе с подругой первый раз В жизни идет в клуб, где вместе с ней Нажирается однокашник, который Пытается выйти из френд-зоны Один поцелуй Нет, 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 Хосе Не надо, прости, нет Эй, она сказала нет Кристиан? Ммм, красота Он такой романтичный Вот бы и мне кто-нибудь волосы подержал Когда я ягой блевала В итоге упоротую Анну Кристиан решает отвезти в отель Все, идем Не, это слишком хороший сценарий Ну или как-то так Грей как джентльмен не воспользовался положением Плюс сделал завтрак на утро и начал сверкать голым торсом Которая предполагает, что все миллионы он заработал Будучи фитнес-тренером Кстати тоже вариант, реально скриптизером Я не романтик Мои вкусы довольно необычны Тебе не понять Откройся мне Оооо, готово, все, ребята Вспоминаем куча мемов, херово туча мемов Просто миллиард мемов Я никогда не забуду, блять, все про это шутили Этот мем реально стал раковым Очень быстро, из-за того, что его высосали Как бедную корову, блять, на падбище Окей, я смотрю специфичное кино Давай Скажи это Гайдань какой-то В прайде самец справляется с вожделением И самке только и остается, что в одиночестве Пожамкать губежками Приманивая Слава богу Самца она продолжает из раза в раз Все очевиднее жамкать губежками Дабы тестостерон все же победил И самец сорвался Что и происходит Ты точно этого хочешь? Что-то давит Естественно, невинными поцелуйчиками все не заканчивается Миллионер, инструктор по фитнесу Еще и замечательно управляется с вертолетом И после такого свидания у Анастейши назревает вопрос Теперь ты займешься со мной любовью? Нет, блядь! Я не знаю Шахматы, сука! В нарды с армянами сыграют, блядь! Такие нарды открывают, блядь! А там армяне БТСОм, блядь, занимаются А давай, армяне БТСОМ, блядь, по шопе, давай, армяне БТСОМ По факту я во фоле, спасибо за донатик, спасибо! Да, нет, что-нибудь ответь, пожалуйста! Запомни, первое, я не занимаюсь любовью Я трахаюсь Жестко Костлявый, что ли? Блядь! Парни, забирайте парней с пузичком На самом деле мы узнаем, что Грей предпочитает БДСМ в специально оборудованной комнате Но все подается так, будто он в этой комнате детей насилует Помни, ты можешь уйти в любой момент Да что там такое? А потом съедает живьем Именно на таком уровне нагнетают Только не надо молчать Комментарии? Да хватит, блядь! Давайте уже! Быстрее, блядь! Нет, знаете, я теперь вот понимаю, почему я уснул Потому что, блядь, я пока дождался ответа, я бы, наверное, успел бы... Там огромный фауз Ладно, я бы успел приготовить ужин Успел бы, блядь, помыть комнату всю свою, блядь И уже лечь спать прямо на столе Серьезно! Я тебе реально вспоминаю, почему я уснул Блядь, ну такую музыку реально нахер уснешь Ну да Причем, сама музыка хорошая Блядь, музыка как будто из машина Орёба Музыка хорошая Еще не хватает таких механических эмбиентов на фон Ну да Красота Не, ну причем нужно понимать, что музыку писал очень хороший композитор Это музыка Дэни Эльфмана А-а-а-а Это Эльфан писал То есть они наняли очень какого-то именитого композитора для этой сраны Ну да Обидно, что работа Эльфмана в итоге, блядь, это пошла буквально в жопу Как анальные шарики, блядь Женщины делают это с тобой или... Нет, я с женщинами О, все, наконец-то, слава, блядь, богу Верните просто, а можно еще пять минут просто музыки? Да, да, реально Надо будет это включить, плейлист Дэни Эльфмана, послушать 50 оттенков паузы какой-то Ты садист? Я дивергент Я доминант И что это значит? Это значит, что ты добровольно подчиняешься моей воле А что я получу взамен? Меня Ну пойми, ну-ка, сколько... Сколько будем прятаться, сколько ты будешь в девках оставаться Хотя бы развеши мне с тобой несколько разу побыть Оказывается, она с той же девственница И будем честными, не лучший первый партнер ей попался О, блядь, господи, вспомнили, блядь, фильм Евротур, блядь А что с ним не так? Не, просто, не, фильм отличный, просто там вот эта легендарная сцена, где этот чел попал в этот... А, ёбнутый домини, которая внесла гигантское устройство, как там... Флюгегихаймен, блядь, огромное такое устройство, которое в жук вставляется, в общем... Сейчас увидишь... Не, устройство в зероге... Сейчас увидишь, вот... На самом деле, все проходит не по хардкору, и зритель узнает, что это 27-летний миллионер, фитнес-инструктор, пилот вертолета, еще и прекрасный пианист О, я люблю пианист О, бах и буси Я люблю, что бах очень хорошо с буси Пианист очень хорошо работает с буси Господи, легендарный, блин, момент в Гриффинах Даже, блядь, без перевода Вот, реально, перевод его даже немножко убил 50 оттенков серого, яркий пример того, что книги надо сжигать О, в смысле, яркий пример того, что команда профи, отвечающих за техническую часть, мало что значит Если у фильма сценарий будет куда полезнее, замени им туалетную бумагу, нежели реализуй ты его на киноэкране На утро партнеры решают добавить немножечко хардкора Но Саити прерывает мамаша Грея, которая свободно заходит в квартиру сына А чёрт Что? Это моя мама Серьёзно? Держи его, детка Дай мама займётся делом Блядь Ай, красота Прогнав мамашу, Грей возвращается к бесконечному разговору Разговору длиною в фильм Напоминаю, если хочешь уйти, то... Я не хочу уходить, просто я не в восторге от того, что ты будешь пытать меня в своей красной комнате боли Боль Как вы смеете произносить это слово? Во имя этого прекрасного фильма Точнее, Пинхеда Ну, опять же, фильм Хеверайзер А, Пинхед Не, Пинхеда, именно я это имею в виду Пинхед То, что вы считаете болью, всего лишь её тень У неё своё лицо Я есть боль Грей признаётся Анастейше, что она объект его желаний Поэтому Анастейше начинает выкручивать мужику яйца И никакого БДСМ Почему ты стал таким? Из-за подруги моей матери Мне было 15 Она тебя соблазнила? Я был её сабмиссив 6 лет Ой, а где же я это видел? Образ закрытого мужчины В прошлом которого были психологические травмы И образ девственницы Которая после знакомства Очень резво начинает постигать мир секса Хм, может быть фильм «Дикая орхидея»? Ээээ, не, точно нет Грей заваливает Анастейшу подарками В том числе дарит ноутбук И просит погуглить, что такое БДСМ А также изучить договор Доминанты с адмиссией соглашаются и подтверждают, что все действия, происходящие в рамках настоящего контракта, будут согласованными, конфиденциальными и соответствующими оговоренным ограничениям и правилам безопасности, предусмотренным данным контрактом Ооо, это что, столбик монеток у меня в штанах? Или я просто так люблю читать договора? Стоп-слово «желтый» используется для того, чтобы привлечь внимание доминанта к тому, что садмиссия близка к пределу терпения Если используется стоп-слово «красный», доминант сразу и полностью прекращает свои действия Красный! Красный! Хватит БДСМить меня скукой! Идут дни и вдруг Анна решает потроллить Грэй Too much, too much pain for me Серьезно, блядь, даже Бэт понимает, что это реально скукотища, ебь, это жесть, серьезно Люди ходили на это в кино, представьте себе, люди, которые натурально, типа, блядь, я посмотрю, может, извращение, но при этом классная драма, в итоге А, что, они потрахались? Блядь, фильм закончился, сука! Тот шуток не понимает и приезжает с бутылкой вина, дабы насадить свои правила игры Блядь, сука, вспомнили легендарный фильм, блядь А знаешь, а с кубиком льда классная идея Нет, с кубиком льда, да, но как оно поставлено, просто, видишь, пиздец какой-то Ох, конечно же, блин, легендарный момент из горячих голов, господи Серьезно, обожаю этот фильм, реально, если не видели, посмотрите, две части лютейшей пародии Раз было соития, значит, после будет разговор из раздела, почему мы не держимся за ручку Потом разговор в чатике, потому что обычных разговоров нам не хватает Ну а затем штудирование договора в офисе Грея Потому что в обычных разговорах и разговорах в чатике не хватает бюрократии Это как взять порно, вытащить оттуда все порно и возвести диалоги в стиле У меня бассейн засорился, а у вас что-то стояк барахлит Главное, чтобы у вас стояк не барахлил В абсолют Хотел бы я посмотреть на человека, который заплатил за просмотр этого в кинотеатре деньги Охереть! Серьезно? При бюджете 40 миллионов они собрали почти 600 Ёб твою мать! 567 миллионов долларов сборов, блядь, это сборы хорошего блокбастера Ёб вашу мать! Ай, блядь, нет, реально, это пиздец Да ну блин! Пункт а Жесть, блин Вот оно, идеальное лекарство от бессонницы Спасибо, Фёдорс Анальный фистинг Я весь внимание Вычеркните И вагинальный фистинг тоже Генитальные зажимы абсолютно исключено А что за анальная пробка? Она всегда тупая, что ли? Ну да А что ты хотела? Ты видела её рожу, блядь? Она такая А что это такое, блядь? Анальная пробка, это когда пробочку в жопу засовывают А что? Час от фильма прошёл Нужно как-то отметить На той же странице Использование каких игрушек приемлемо для сабмиссива Вибратор, да? Фалоимитатор Хорошо Хорошо? А теперь Хорошо, тварина! Грей внезапно даже предлагает немного романтики И она понимает, что окончательно взяла миллионера в оборот Поэтому увеличивает толстоту троллинга Хочешь уйти? Да А твоё тело говорит мне обратно Например, твои ноги Учащённое дыхание И твой цвет лица Вы, блядь, сидите в комнате с красным освещением Психолог ты иллюминисцентный Или ты специально туда людей заводишь Может он дальтоник, я не знаю Чтобы трахнуть под предлогом покраснения Вы из спецназа? Да, я из спецназа Горячие точки Эх, восемь боевых вылетов Хм, вы покраснели Что, извините? Да, вы мне тоже очень нравитесь Ча? В итоге Анна возбуждает Грея и сваливает Потом я положу тебя Прямо сюда? Да Рада была встретиться Реально написано, как будто школица какой-то, серьёзная Чё за хрень? Казалось бы, неказистая, нелепая, кривая Прям как я А всё-таки уела богача плейбоя Выкуси мир! Думаешь, я вот так тебя отпущу? Спокойной ночи, Кристиан Когда ответишь? Скоро И я так сделаю Когда-нибудь Может быть Но время идёт, Анна ответов не даёт А Грей всё сильнее прогибается Дарит подарки И даже соглашается быть официальной парой На виду не только у одноклассниц Анны Но и у всего мира Чтобы добыча не сорвалась Анна порой даёт то, что нужно Грею Добро пожаловать в мой мир Чего, блядь? Чего? Да у меня в детском саду больше БДСМа было Добро пожаловать в мой мир Этот фильм напоминает мне комментарии школьников в социальных сетях Такой же неоп... А тут куча Когда увидел бывшую как целуюся за... ЗАСОС Раздельно с новыми парнями Я вспомнил, улыбнулся, как кончал ей в рот, блядь И вот фотка, сука Ой, блядь Нет, серьёзно, блядь Я обожаю, когда школьники пытаются всячески вымахиваться в стиле А там, у меня было столько, блядь Тёлок, ёптой, блядь Парень, у тебя ещё молоко бабкиное не обсохло Какие ещё тёлки, сука Я не знаю, это смешно, дети так пытаются это красоваться. Правда, на напыщенной. Действо продолжается уже на хате Грея, и почему-то все забыли про договор. Больно. Нет. Видишь, страх лишь у тебя в голове. Страх просто в твоей голове! Перестань прикидываться! Это же не больно! ТАБМИСИЕВ! ДОМИНАНТ! Все, в твоей голове! Голове твоей! Страха нет. То, что Грей делает с Анной, сложно назвать БДСМом, или жестким сексом, или сексом. Но все подается так, будто вы уже в конвульсиях должны биться, не выдержав шока от увиденного. Конечно же, после очередного сайте нас ждет очередной разговор из раздела «Почему мы не держимся за ручку?». Для чего тебе нужен этот договор, Кристиан? Ты не любишь меня такой? Конечно, люблю. Это просто стопроцентная любовь! Вечная любовь, огонь страсти, полноценных желаний, отношений к тебе от меня. Но почему ты хочешь изменить меня? Это не так. Я хочу большего, чем договор. Сердечко и цветочки. Мне это чуждо. Я, блядь, что, смотрю ремейк фильма «Грань будущего»? Будучи миллионером главой карп... Лучше уж «Грань будущего» посмотрите, пожалуйста. Реально. Рация инструктором по фитнесу пилотом вер... Кстати, реально посмотрите. Вот, наверное, тот пример, когда экранизация... Вот реально, экранизация манги, точнее, оригинального японского произведения, просто офигенная. Отолёт к прекрасным пианистам, Грей ещё великолепно управляет планером. Держись! Держись. Великолепно! Ладно, когда вы воруете кадры и диалоги один в один из сумерек. Но, блин, это уже перебор. Пиздец, честно, это какой-то реально трэш. Не волнуйся, Гидра, не прилетит страйк за демонстрацию. Подобно, что причине я потом-то подкорректирую. Не, просто реально, честно, это ощущается как какой-то мэри Сью, точнее, Марти Сью. Вот мистер Грей. Он и то умеет, и это... Он, наверное, только в космос ещё не летал, блин, я не знаю, вместе с винным дизелем, зализывая его лысину. Серьёзно, это реально Марти Сью. Огонь! Блять! Сгинь, сатана! И, конечно, после свидания очередной разговор из раздела «Почему мы не держимся за ручку?» А говорил, что не романтик? Так и есть. Ммм... Ара. Что? Блять... Что? Почему ты это отрицаешь? Я смогу, я смогу изменить его силой своей любви. И он откажется от алкоголя. А я же пожар что-нибудь принесла бы! Сидит разглагольство тут! Чё, блин? Нужно лишь немножко потерпеть. И да, именно этот тезис не меняется в течение всего фильма. После такого свидания, Грей, наконец-таки, единственный раз за весь фильм работает. А то уж я начал думать, что все миллионеры 24 часа свободны. Ну и в итоге к Грею приезжает Анна для разрядки. «Я жду тебя в игровой через 15 минут». «Кристиан». «Лягой ковер, на таком только в арабскую ночь лет». Блять, у меня такой ковер был у бабушки, нахуй. А таком, блять, я только в арабскую ночь лететь. В игровой комнате уже никто не помнит про договор. Видимо, он служил для растягивания хронометража. Ну а герои приступают к жесткому БДСМ. О, блять. Я, это, не умею всего этого носить. Может, я это... Нет. Будем действовать строго по инструкции. Ага. Я! Я! Блять, это прекрасный. О, во, во, осуждаю, осуждаю. Вот эту шапочку, ну, конечно, Нагиев. Это, конечно, пипец. Реально. Нагиев, мое почтение. Надо реально пересматривать осторожно модерн. Классические выпуски. Ой, в модерне было слишком жестко. Кристиан же ограничивается слабенькими ударами плеткой. Очередной соити и очередной разговор из раздела «Почему мы не держимся за ручку». «Почему ты закрываешься от меня?» И паузы, блять, не забывайте про паузы. «Больше пауз». «Мы должны стать ближе». «Как нормальные люди?» «Да». «Мы тоже должны стать ближе, понимаешь?» «Как трезвую, что ли?» «Почему ты так этого хочешь?» «Ана». «Почему стремишься причинять мне боль?» Ну, нравится ему! Как ты этого не поняла два часа назад? Ну, тупая, блять, она реально тупая. Он сказал «Ну, нравится мне!» Хотели сделать героиню милой и обаятельной, а сделали тупой. Хотели сделать героя закрытым и опасным, а сделали тупым. Хотели сделать оригинальные сцены с сексом, а сделали тупо плагиат фильма «Девять с половиной недель». А если я скажу, что для меня наказание – это то же самое, что для тебя прикосновение, ты бы все равно это сделал? «Ты что, совсем больной, ебать?» «Ты наглую извращенец, да?» «Мама, хватит». «Зачем ты это делаешь?» «Потому что я такой!» «Это мои 50 оттенков». «Зачем? Зачем ты это делаешь?» «Потому что я такой!» «Это мои 50 градусов». «Дорогой, вообще-то в водке только 40 градусов». «Соткнись, п***, испортила момент!» «Главное говорить, это пафосно, и не важно, какую герню ты, боже!» «Бесь пафоса испортила, б***ь!» От передоза пафосом Анна требует наказать себя, что есть сил. «Так сильно, как сможешь. Я хочу испытать самое страшное». Ради этого нас так долго готовили. Ради этого два часа разводили сопли. Они просто нагнетали. Сейчас мы увидим что-то из ряда вон выходящее. «Судя по тому, как она себя ведет, самое худшее для наказания, это чтобы он ее просто игнорировал». «Да пиздец». «Все, это и есть самое худшее наказание». «По факту?» «Реально просто игнор, типа, б***ь. «Ну давай, сделай это со мной!» «Побей меня за своими анальные шарики, сделай со мной!» «Вообще насрать, просто похуй». «Пошел, развернулся и пошел пить кофе». «Я жрать, я пить кофе. До свидания, б***ь». «Типичный годом». «Окей». «Али в норме?» «Нет». «Какая это нахуй норма?» «Сейчас я вызваю двух здоровенных обкуренных ниггеров для работы на дому». С парочкой клещей и с паяльной лампой. Нет, не смей прикасаться ко мне. Такой ты хочешь меня видеть. Да как ты этого не поняла, когда он пять минут назад с тобой то же самое делал, только слабее? Или неделю назад, когда он тебе ноут подарил, и ты гуглила про это? Неужто после всей этой информации, после всех разговоров, после всех этих действий, ты ожидала чего-то другого? Да б тебя даже вода не разрежется. Настолько ты тупая. Анна. Вот что тебе нужно. До неё дошло! До неё дошло! Господи! Ура! Тебе нужна не я. Нет, мне нужна только ты. Я ведь люблю тебя. Нет. Нет, Анна, ты не можешь любить меня. Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя! Да она не может любить меня! Блядь! Да я люблю тебя! Кого, дура? Сука, это что? Это был очередной дерьмовый сериал с Россия 1? Типа того. Пиздец. Какое говно, какое говно. Тупое говно, тупого говна. Ладно, продолжаем, давайте досмотрим уже. На утро Анна уходит от Грея, но он бросается в погоню. Стой! Красный! Анна. Кристиан. Мэк! Мэк! Так вот, что тебе от меня нужно. Деньги на водку. Прощай. Стой! Красный! Красный! То есть вызову винтов, вызову винтов! И это все. Анна. Кристиан. Серьезно, это конец фильма. 50 оттенков серого, один из самых тупых фильмов последнего времени по части мотивации, диалогов и логики. А как оно будет иначе, если главные герои их дегенераты, у которых отсутствует слух? Фильм состоит из повторений, повторений, повторений. Чтобы в конце было принято... Сам этот фильм, это реально такая БДСМ пытка по скуке. Реально, ты хочешь уснуть, блин? Потому что тебе похерово. Я хочу спать, дайте мне хоть что-то. Фильмы не должны быть настолько муторными. Это решение, последствия которого останутся за кадром. Мало того, что главные герои дегенераты, так еще и диалоги у них нечеловеческие. Подача, слова, логические цепочки. Все это явно внеземное. Люди так даже под будиратом не говорят. Это мои 50 оттенков. Вместо чувств здесь бумажка с текстом. Вместо химии персонажей здесь терка картонок. Во многом из-за того, что человек не способен сыграть картон. Да и что скрывать? В образы не особо попали. То, что хотели показать, в принципе, понятно. Как добыча становится охотником. Но и добыче, и охотнику плевать на происходящее. Если они не переживают, что нам париться. Ведь так? Понятно одно. Ты не богатый, милый, добрый. Не получишь и поцелуя. Ты богатый, но при этом садист. Да хоть раскаленную кочергу давай. До определенного момента. Да и то этот момент вызван тем, что нужно еще на продолжение денег заработать. Чтобы было хорошо с девушками, ты должен быть смышленым, талантливым, развитым во всех направлениях. Будто ты чертов азимандиас. И при этом всем богатым. Но не работающим, дабы наде... Ну-ка, ну-ну, азимандия хотя бы был, блин. Он хоть что-то хотя бы сделал. Да, возможно, не с самыми чистыми способами. Но серьезно. Сравнивать вот этого вот хера и азимандия из хранителей. Такое себе. Ну, в принципе, все понятно. Толушку времени хватало. Чтобы все было хорошо с мужчинами, ты должна быть тупой, неуклюжий, неопытный, не знающий, забывчивый и вообще ничего не добившийся особый. Не парься в жизни. Мужик вытащит. Стой у плиты, да удовлетворяй его желания. Параллельно насилуя его мозг, задавая один и тот же вопрос из раза в раз. Объясни, зачем тебе вообще это нужно, Кристиан? Ой, какая ж это все хуйня. Какой смысл? В чем же секрет успеха как книги, так и фильма? Не надо ни диалогов, ни искренности, ни хорошего слога, ни стараний. Будь проще. Затянуто, тривиально, вторично. Сделай побратимо дома два. Самых популярных сиськопердельных комедий, драм, книг, шоу, к созданию которых прикладывают минимум усилий. Все это обставь плагиатом, лживым промо про некое БДСМ, которого в фильме минута от силы. И вуаля. Подобное, как видите, хавают намного охотнее. Всего плохого. Урайт. Кстати, единственный, кто мог бы сделать нормальную экранизацию этой книги, это Петр Гланц. Но ты у меня такого члена получишь, сука, нах. Покайся. Покайся вы грехи. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Сука. Легендарная херня. Членовредительница. Так и испарял оригинал полностью, но, блядь. Господи, в свое время помню, не помню, кого точно видел в обзоре, но это просто великолепно. Все ваш блядский секс. Проделки сатаны. Ох, ребят, ну что ж Вот такое вот 50 оттенков серого 50 оттенков чистого уныния Скучно Бредово 50 оттенков говна Да, чистого говна, скучного И мне реально обидно, что не позвали Дэнни Эльфа Написать саундтрек, который Реально в это время мог бы заниматься своими треками Или писать для других хороших фильмов Блять Реально, это унылый, это скучная попытка Выехать на то, что у нас пардушка будет А пардушки, блять, можно перешитать по пальцам Руки, я не знаю, инвалида Прошедшего войну, что за хуйня Короче Просто скучное говно Тупого говна Да, я понимаю, что это утрировано, что это слишком резко Но серьезно, ребят, я этот фильм пытался Два раза смотреть, и в обоих случаях реально уснул Я не выдержал, серьезно А я смотрел чертову Реально смотрел полностью Полностью Стэнли Кубриковскую 2001 Космическая Одиссей И даже там я не чувствовал такой силы сонливости Хотя фильм реально огромный И многие сцены чертовские Гигантские, затяжные Это пиздец, ребят Короче, респект и лайк Бэду А на этом думаю все Спасибо за внимание Подпишитесь, лайк поставьте И посмотрите лучше нормальную порево Спокойной ночи, дружки пирожки Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!